Вы замечали, как изменяется большинство людей, когда их назначают главами каких-нибудь коллективов? У них сразу выпрямляется осанка, над головой прорезается нимб, и такое чувство, что у них открылась какая-то особая чакра, которая позволяет им решать все проблемы, повелевать людьми, не знаю, разговаривать с духами. Хотя на самом деле самое необходимое им умение — это забота о коллективе. Знаете, почему работа приносит нам все меньше удовольствия? Потому что мы перестали бескорыстно помогать друг другу. Мы вспоминаем о других только когда нам от них что-то нужно. Хотя даже древним людям было прекрасно известно, что выживание всего племени напрямую зависит от заботы соплеменников друг о друге. Коллектив, в котором каждый играет за себя, обречен развалиться, как только что-то пойдет не так или появится местечко по краше. Лидеры должны заботиться о том, чтобы все участники команды чувствовали себя в безопасности, как со стороны внешних условий, так и со стороны коллег. Если нам кажется, что мы не можем свободно высказываться, не можем повлиять на условия собственного труда, если думаем, что нас накажут за любые ошибки, хотя ошибки — это неотъемлемая часть любого рабочего процесса, то мы никогда не станем привносить в работу хорошие идеи, брать на себя инициативу и тревожиться о качестве конечного продукта. Потому что все, о чем мы будем думать, — это как бы не потерять завтра работу, как бы не обрушился курс рубля или не случилось нашествие зомби. Как же повысить это чувство внутренней уверенности в каждом участнике коллектива? Да, можно приставить по телохранителю каждому из них, потом к телохранителям тоже приставить телохранителей, к телохранителям телохранителей тоже приставить телохранителей к участникам и так далее до бесконечности. Но можно поступить и проще, и создать доверительную атмосферу. Так как лидеры отстраивают отношения в коллективе, И на их плечи и ложится ответственность в создании доверительной атмосферы. Если ваша команда считает, что на вас нельзя положиться, то она ни за что не станет стараться, и вы уже не сможете ни вдохновить, ни повлиять на нее. Предводитель должен понимать, что этот самый акт доверия в первую очередь строится на общих убеждениях. Если вы окружены людьми с похожими взглядами, вы готовы рисковать и экспериментировать, потому что знаете, что вас подстрахуют. Во-вторых, доверие — это взаимное чувство. Чтобы расположить к себе людей, сами будьте к ним расположены. Ставьте себя на место своих подчиненных, говорите открыто и беспристрастно, и позволяйте это делать другим. Лидер — это не статус и не должность. Нельзя просто ткнуть любого прохожего пальцем, предложить ему деньги, предложить ему рабочее место и ждать от него успеха. Нет, это так не работает. Но как же тогда понять, что в человеке есть лидерские заданки? Прежде всего, ищите их среди тех, кому бегут за советом. Если вы тот, кто заботится о других, значит, вы негласно являетесь лидером. Лидер должен думать о других, устранять для них барьеры и заботиться о том, чтобы коллектив был привит на случай зомби-апокалипсиса. Взяв на себя ответственную роль в коллективе, вам в первую очередь придется принять тот факт, что вы должны больше времени и сил уделять другим людям и меньше собственным проектам. Причем, чем больше команда, тем больше времени придется тратить. Но светлая сторона в том, что все победы ваших подопечных — это ваша заслуга, а значит, вы успеваете делать больше, чем в одиночку. Роль лидера — раскрыть творческий потенциал всех участников коллектива, подтолкнуть их к действию, стимулировать в них желание предлагать новые идеи и, к тому же, брать на себя ответственность. Они должны знать, что если они придут к нему, то встретятся с пониманием и поддержкой и получат дельный совет. Если на данном этапе вам кажется, что роль лидера для вас велика, то не стоит думать, что она вообще вам не по силам. Ведь для тех, кто не прекращает совершенствоваться, нет ничего невозможного. Ну и, конечно, мыслите продуктивно. До встречи!